И как вот сегодня сложился забег, поскольку, так как я понимаю, была конкуренция, но в упорной борьбе женщина показала себя и смогла вырвать победу. Ну, во-первых, подготовка еще не закончилась, да, она идет, и этот сезон вообще, я бы сказала, не особенно показательный, потому что до сих пор мы тратим очень много времени на то, чтобы долечить до конца ногу, потому что травма была очень сильно, очень запущенная, и мы очень много пришлось детализированно делать, чтобы она вот сейчас могла выходить. Вот, и поэтому этот результат, он мне очень нравится. Ну, во-первых, то, что она вышла, встала, сделала, ей психологически сейчас будет полегче. Во-вторых, результат это, конечно, не ее личный рекорд, но это достаточно уже прилично для девочек из Нью-Йорки, да, тем более частый переход к новому тренеру, это полгода-год, ну, не застоя, но, по крайней мере, каких-то... А здесь застоя нету, здесь застоя нет, я обратила внимание. Ну, и, собственно говоря, мы до сих пор еще занимаемся тем, что долечиваем ногу. И я очень рада, что она смогла вот себя преодолеть, смогла вылезти, она старается, она молодец, вот, и друг другу все помогают, потому что в группе тоже все дружат, все мы делаем вместе что-то, что-то раздельно, и, получается, на выходе как бы это выливается в результат. Поэтому я очень рада, что вот такой момент, ну, посмотрим, что будет дальше, ну, по крайней мере, задел неплохой. Какие планы у вас? Все-таки в какой сезон? Будет он такой, ну, втягивающий, или все-таки в усиленный сезон уже на взрослом уровне, или все-таки это будет у вас больше юниорской, молодежной стартой? На что вы на акцент делаете? Ну, знаете, я не хочу, я по собственному опыту привыкла, что нельзя говорить, вот мы побежим там-то, мы выиграем это, мы покажем такой результат, вот так говорить нельзя, как бы бог все видит, он обязательно план это нарушит. Поэтому мы готовимся, мы хотим выступать, где мы можем, посмотрим, что у нас будет в конце сезона с результатом, ну, и, конечно, к лету, думаю, что мы будем готовиться уже по полной программе, и, надеюсь, вылезем уже туда. Вы уже определили дистанции, которые все-таки подходят с «Зенфер», потому что там был спор, но сейчас 100-200-400, она бегала до 400, то есть как вот сейчас, вы примерно определили, мне кажется, может быть, все дистанции бегать тоже, это не совсем правильно, все-таки спинтера, должен бегать спинтерские дистанции. Нет, конечно, потому что если упор идет на 100, да, это одна работа, если упор идет на 400, это другая. Дженнифер, по своим данным, она прекрасно может бегать и 400, единственное, что, конечно, вот сейчас, сейчас, подожди, сейчас мы не могли потратить, например, для 400, если достаточно количество времени, чтобы делать определенный объем, который нужен, 400 метровику, и, собственно говоря, задачи такой не было. То, что будет к лету, посмотрим. Для начала нам надо выйти на тот же уровень, чтобы она забыла про эту ногу и бежала уже смело, ничего не боясь. Ну, вы довольны? Да, конечно. Ну, мне остается вам пожелать успехов, действительно, это такая вот и психологическая работа бомбардной тренера, и удачи вам в этом направлении, чтобы все получилось, и чтобы нам удалось как бы именно сохранить одного из нашего лидера сезона прошлого, да, он же, конечно, наш лидер, один из лидеров, это Дженнифер, чтобы она сохранила свои кондиции. Все-таки главное это здоровье, действительно, а все за мной будет, правильно? Да, именно. Удачи вам. Спасибо. Спасибо за это интервью.